Признание прав и свобод человека – это обязанность государства. Если сейчас имеется, скажем так, обязанность размещения на сайтах судов каких-то там судебных актов, то, в принципе, правозащитники могут требовать того, чтобы даже старые судебные акты, в том числе, может быть, НКВДшные, могли бы быть размещены, соответственно, вместе с судебным актом или уже каким-то актом сотрудниками НКВД появится и подпись этого человека. В принципе, такое возможно. Вопрос в том, насколько все это реально, насколько это жизненно необходимо. По состоянию на тот момент времени, в принципе, мы далеко-то не ушли от тех времен, как в те времена, в общем-то, сотрудники НКВД получали какие-то документы, указывающие на наличие тех или иных правотелоправных действий какого-то человека, так и в наши дни, в общем-то, в большинстве случаев доказательная база заключается именно в том, что должностное лицо сказало именно такое-то веское слово. В настоящий момент, например, вот в отличие от тех времен, по серьезным статьям, в общем-то, дела рассматривают суды, начиная с того, что решение водительского удостоверения, это, в общем-то, отмечена компетенция судьи. А в те времена, насколько мы помним, насколько мы знаем, в общем-то, все было гораздо проще, в общем-то, речь шла о каких-то там тройках. Говорить о каких-то там списках сотрудников НКВД, честно говоря, я не вижу большого резона в этом. В том случае, если пересматривать историю, то можно просто-напросто упасть в бездну прошлого. В бездну прошлого. То есть, начиная с того, что если мы будем осуждать, например, деятельность товарища Сталина, скажем, что все последующее, в общем-то, это безобразие законов, то, извините, мы сами станем незаконно рожженными. То же самое касается времен, там, более ранее, там, Ленин, Сталин, там, те же самые, там, Иван Грозный. Вы знаете, может оказаться, что мы живем не на той земле, на которой имеем право жить. Может быть, здесь все кто-то другой, что-то, какие-то права имеют. Все это гораздо такие. Я считаю, что есть вещи, которые нужно похоронить.